В медицине Валентин Леонтьевич с 1962 года, а родился он в 1936 году в городе Владивосток. В 1937 году его вместе с родителями депортировали в Казахстан, в город Караганду. Чужая на тот момент земля стала для них родиной, которой они преданы по сей день. Долгие годы он, не жалея сил и личного времени, не считаясь с трудностями на работе, трудился на благо людей, лечил, поднимал на ноги, спасал жизни. И сегодня, несмотря на то, что ему уже 78 лет, он продолжает посвящать себя своему любимому делу. Работает в ТОАмбуланс, ведет прием больных. Здесь он и рассказал нам о том, почему выбрал профессию медика. Мои родители совершенно далеки от медицины. У меня отец парикмахер, мать швея. Из родственников никого не было медиков. Но отец часто болел, мать тоже, и гипертонической болезнью, у отца, и был там все такое. Во-первых, родители посоветовали. Давай, говорит, поступай в медицинский, будешь врачом в нашем роду. Нет врача ни одного. Это первое. Второе, вообще, когда я кончал 10 класс, 10 класс, мне очень нравилась биология. Возиться с лягушками, оперировать лягушек, там все это, опыты проводить на лягушках, крысах, вот эти вот все это. Я в школе был, в кружок ходил биологически, мне нравилось все это. Или пойду ветврачом, или я таким был, пойду врачом. Решил поступать в медицинский институт. Поступив его, закончил. Я не представляю, как бы я жил без медицины. Самое дорогое, это стоять на страже здоровья людей. Медицинское образование Валентин Леонтьевич начал получать в Хабаровском институте. После окончания на Дальнем Востоке Сучанской средней школы, я поступил в Хабаровский медицинский институт. Проучился я два года. Ну, так как это по семейным обстоятельствам, как я туда попал, все-таки Дальний Восток это моя родина. Вот, и родина наших родителей, моих родителей. Мы решили, когда в 54-м году сняли запрет, мы уже были репрессированы с Дальнего Востока в 37-м году. В Караганду привезли в Казахстан. В 55-м году поехали на Дальний Восток, в город Сучан. И вот я закончил там 10-й класс в Сучанскую школу. Ну, и поблизости от родителей поступил в Хабаровский медицинский институт. Вот. Им не понравилось. В 57-м году уезжают обратно в Караганду. Ехать с Хабаровска до Караганды, раньше ехали мы 11 суток. Каникулы давали нам всего-навсего. Месяц. Месяц, значит, в колхозах работали, а месяц каникулы. Вот 11 суток домой, 11 суток обратно, и оставалась неделя. И за неделей проделывал такой большой путь. И тогда он решил перевестись в Карагандинский мединститут. Но не тут-то было. Их Хабаровский ректор не хотел его отпускать. С просьбой перевести в Караганду, Валентин Юн написал письма министрам здравоохранения. Но вопрос не решался. Тогда он написал письмо председателю Президиума Верховного Совета СССР Ворошилову. От него пришел ответ. Решить вопрос в течение двух недель. В итоге после третьего курса он перевелся в Караганду. Окончив мединститут, по распределению попал в Чингерлауский район. Работал гинекологом-акушером. В первые же месяцы работы он столкнулся с трудными пациентами. Вот в 62-м году, когда я приехал в Чингерлауский район, к работе мы должны были приступить 3 августа. Ну я приехал пораньше, 26 июля вышел на работу. Но я акушер-гинеколог, направлен на работу. Акушер-гинеколог, 27-го поступает женщина без пульса, без давления, брилетная, то есть внематочная беременность. До этого, до меня здесь никогда не оперировали. Всех отправляли в Уральск. А здесь уже отправлять поздно. Время не ждет. Вызываю санавиацию. Ну что я, второй день вышел на работу после студии списка МИИ. Вот, вызываю санавиацию. Нелетная погода. А раньше бригадой ездили тепловозом. Первый идет какой-то эшелон, они тепловозом ехали. Но чтобы с Уральска до Чингерлаус доехать, это минимум 6 часов. Я говорю, 6 часов она не выдержит. Первый, она умрет. Вот ты акушер-гинеколог и делай операцию. Ну что ж, пришлось делать. Или выживет, или умрет. Если не сделаю операцию, умрет. Сто процентно. А если буду делать, ну может быть, выживет. Кто его знает. Пошел на операцию. Пошел на операцию. Хирург там был с 10-летним стажем. Он говорит, я внимательно никогда не делал. Мы всех отправляли в Уральск. Я говорю, будете ассистировать мне, помогать. Вот. Вы такую же не будете вести ответственность, как и я. Вы мне будете помогать все это. Давай, пошли на операцию. Раскрыл живот, а там кровью полную. Как кровь вхлынет. И растерялся, не зная, что делать. Вот. Санитарки говорят, тащи книгу такую. Это у меня там в ординаторской книжке была. Вот. Притащил их. Помнил все страницы картинки. Раскрывай тут какую-то страницу. Внимание, берем. Она раскрыла. Там 4 этапа операции на рисунке. Оперировал он пациентку по книге. Нашел матку, нашел беременную трубку, в которой плод достиг размера гусиного яйца. И раньше, в 62-м году, не знали о переливании крови вообще. Что такое переливание крови. А студентам мы кровь сдавали. У меня первая группа. Вот. Раньше первая группа, это считался универсальный донор. То есть можно было переливать больному с любой грубой кровью. И вот я после операции, мы взяли эту кровь, которая была у ней в брюшной полости, пропустили через марлю, процедили, и эту же кровь ей назад перелили. Ну, где-то получилось, где-то литр. Она литра два, наверное, потеряла кровь, и литр где-то перелили. И после операции я сдаю кровь, правда, голова закружилась, после два часа делал операцию. А уже я, когда опыта набрался, я его делал 30 минут. А тогда я два часа делал эту операцию, пока я это разобрался. Все. Сдал 400 миллиметров крови, голова закружилась тоже, это все, это перелили теплую кровь, на глазах порозовело, и пульс стал хороший, и давление появилось. Все это, всех женщин из палаты выкинул в другую палату, себе освободил койку, трое суток я ночевал с ней вместе в палате. Спылю, спылю, раз только встану, за пульс, давление, это сердце работает все это, и трое суток, не отходя, это спас. Так он спас мать десятерых детей, потом он узнал, что она после операции родила еще двоих детей. Спустя 4 месяца с момента приезда Валентина Леонтьевича назначили главным врачом Чингерлаусской больницы, где проработал до 1964 года. Потом его назначили главным врачом Бурлинской центральной больницы. Здесь он работал акушером-гинекологом, а спустя 6 месяцев переквалифицировался в хирурга. Проработал юн в центральной больнице до 1980 года. Выросли дети, пришло время их поступления в вузы. Тогда-то Валентин Леонтьевич и перевелся в город Уральск. Меня советировали, в общем, перед этим главным врачом, строящейся вот этой профилакторией Нива. Эту Нивой я назвал. Еще ничего не было. Ничего, только начало строительства было. И вот, когда уже заканчивали строительство, собрали на сельхозтехнике всех начальников, как назовем этот профилакторий, и думали, гадали. Я говорю, что вы думаете, у вас в компании есть Нива? Есть Нива. Как раз ваш профиль. Я говорю, давайте Нивой назовем. И вот так и до сих пор Нива. Профилакторий в Уральске Нива. Спустя год он перешел работать в областную больницу замом по лечебной части. А еще через год его назначили главным врачом станции скорой помощи. Вот главным врачом проработали год, потом меня переводят в областную больницу. Нужен был там совместитель по лечебной. И вот перехожу главным врачом, заместителем главного врача областной больницы. Через год переводят главным врачом станции скорой помощи городской. Там был. Вот, что меня направляли туда, где прорыв заведующий вызывает и просит помочь. Поставь на ноги городскую станцию скорой медицинской помощи. А то вызова обслуживаются с момента поступления через 2-3 часа. Вот. Мы только с вашей помощью, Юра. Мне нужен транспорт, мне нужны врачи. Все, Юра. Остальная организация моя, Юра. И вот я там проработал 5 лет на станции скорой помощи за 2 года. Там, в общем, на 200 тысяч населения было всего на 7 круглосуточных бригад. Конечно, это, когда это, обслуживая, не вот за 2 года, я довел до 25 круглосуточных бригад. Вот. Открыл специализированные бригады, реанимационные 2. Так. 2 кардиологические бригады открыл. 2 педиатрические, 2 педиатрические бригады открыл. Одну психиатрическую. А остальные общие. Общие врачи работали. Открыл две подстанции в городе Уральске. Тогда как раз мэром города был Тулебаев. К нему я пошел со слезами. Давай, проси. Дай мне на ремзаводе квартиру на первом этаже. Дай мне квартиру на первом этаже. Я хочу открыть там подстанцию скорой помощи. А то от могилок до ремзавода, пока доедешь до мясокомбината, это сколько времени уходит. А больной может умереть. Поэтому давай откроем подстанцию. Он помог мне. И действительно, на время, которое затрачивалось, пока доеду до больного, составляло 5 минут. Самое много 5 минут. Потом Валентин Леонтьевич еще 3 года проработал в областной больнице главным врачом. Но его все время тянуло в Бурлинский район. В итоге, отдав 10 лет труда областным учреждениям здравоохранения, он вернулся назад. Я не мог отвыкнуть от Оксая, когда приехал, какое строительство идет, какие дома все это. И вот советско-партийные органы пошел от ним. Они меня приглашают сюда главным врачом. Главным врачом района. Квартиру сразу мы даем. Вот 10-й микрорайон, 4-й дом сдается. Еще не сдам, но сдается. Это уже на днях. И сразу я приехал, ключи мне вручили. Еще не приняли, а уже ключи мне вручили. От квартиры я первый зашел в этом доме. В 4-м доме один. Вот. Квартиру они дали сразу меня. И я здесь так и остался. До самой пенсии он работал главным врачом. И выйдя на заслуженный отдых в 1997 году, Валентин Леонтьевич не стал сидеть сложа руки. Он открыл частную многопрофильную поликлинику в 10-м микрорайоне. А в 2000 году частную больницу Денцаулок, которая проработала 7 лет. И всегда оставался хирургом. У него много благодарных пациентов. И сегодня они ищут, находят его и стараются попасть к нему на прием. К примеру, этой женщине он когда-то вырезал шишку на руке. Благодаря чему ее рука сейчас полноценно работает. Сегодня она пришла к нему с жалобами на боль в ногах. Вот здесь болит у меня. Есть он болит. А с этой стороны? Нет. А здесь давно болит? Давно болит. Давно болит. Но больше у вас левая болит, да? Левая болит больше. Больше левая. И здесь болит. Здесь вот с ней болит. А здесь ничем не лечит. Вот моя скерва у меня нет. Корень. И все, да? Нет, как будто здесь что-то меня пускает. Мы попросили Валентина Леонтьевича рассказать нам необычные истории, связанные с работой. Поделиться своими воспоминаниями о самых сложных операциях. Он вспомнил три сложных случая. Второй случай, это вот было здесь уже, в Березовке. Ну, выехал по служебным делам Березовка с проверкой там. И вдруг акушер-гинеколог подходит ко мне. Я говорю, Валентина Леонтьевича, посмотрите, там, по-моему, не маточная беременность. Ну, посмотрели мы ее пульцию сделали, кровь получили, да, не маточная беременность. Ну, думаю, тут 25 километров, что тут ехать я... Ну, тогда же ни асфальта, ничего не было. Просто степная дорога такая, чуть-чуть гребер там было, и все, это в 64-м году. Ну, думаю, ладно, пульс хороший, давление хорошее, сознание ясное. Ну, думаю, тут 25 километров довезу я ее. Вот. Ну, на всякий случай позвонил в операционную сюда, чтобы все помытые готовы были, что я привожу и сразу в операционную ее. Только отъехал до Сулысая, гляжу, она бледная, запульс нет, пульса, давления, давления нету, все это, сознание потеряла она, все это, ну, что делать? Назад возвращаться. Это вообще, жми, я говорю, сколько выдержит машина. Или мы разобьемся, или женщину довезем до больницы живой. И Сулысая до Оксая, до Оксая, доехал за 7 минут. За 7 минут. Женщину быстро в операционную. Там они начали операцию, я помылся тоже, и начали делать операцию, женщину спасли. И после этого, в 17-м беременности, я в дорогу никогда не беру. Сколько лет работаю, я уже залегся. Сейчас она хорошо чувствует, через 5 минут может вот так вот лопнуть, и все это. Беременная труба лопается, и кровотечение открывается, и все, что я там буду в степи делать. И после этого ничего не беру. Еще один запоминающийся случай произошел в Чингерлау. Из Чулика ему поступил вызов. У старой пероворотки разорвалась матка. Врач собрал берегаду и выехал на место. Разрыв матки, плод в брюшной полости, головка, прощупывается уже мертвый, конечно, плод. Мы пошли на операцию, вытащили этот плод, зашил матку. Все эту операцию сделали. Приехал я обратно. Звоню на следующее утро, как она себя чувствует, там все это, там журческого болицу же я оставил. Она говорит, ушла с брюшки. Как ушла, у нее корова недвойная. Я говорю, вы что, не медленно езжайте, заберите в больницу. Она не ложится и все, я чувствую себя хорошо. После операции такой, я чувствую себя хорошо. И корову дует. Хорошо помнит он и своего пациента, который на его глазах упал с телевышки. Как раз я с Аксу ехал. Ехал с Аксу, только в командировке, но проверял там наши медпункты, все это. Что-то лечит чхорные с вышки. Ну, сдалека не было видно, это человек или не человек летит. Летит, ближе подъезжаем, там уже народ собрался, уже все. Я говорю, слушай, что-то народ собрался, я говорю, давай подъедем, я говорю, что-то не то. И вот подъезжаем мы туда, а этот, он механик, вот этот ремонтирует вышку, это все это, да. И к празднику, к 1 маю, эта высота какая, он единственный у нас в Аксаре лазил и вешал флаг. Сейчас нет флага, ни на каких праздниках, а он на каждый праздник флаг вешал. На самой макушке, на самой макушке вот, ну, приехали, он лежит, он лежит, мы посмотрели, там сороковые доски лежали, перекладины на каждом это, да, все поломаны. Значит, я спрашиваю, что случилось, да вот со 100 метров, упал, говорит, живой что ли, живой, говорит, посмотрел, живой. На лебедке вместе с инженером мужчина поднимался вверх, на полпути оборвался трос. Инженер с инженером вдвоем они сидели, но мы год не ездили, не проверяли его вообще, сели в корзину и поехали. И там обрывается трос, обрывается трос. Он, правда, сам здоровый он, он сразу раз только и за перекладину зацепился, остановился. А второй растерялся, испугался, такой испуганный, высота-то еще больше была, испуганный стоит. Если бы вдвоем зацепились, то в эту корзину 300 килограмм бы, ну, минут 10-15 бы, пока помощь подошла бы, они бы удержались. Вот, корзина на них висит, на ремне, вот эта безопасность, вот, висят. И, а он один его держит, 300 килограмм, это какой удар, вот, у него вывих обеих плечей, перелом вот этих, вот, и он держал, минут пять, наверное, держал. Ну, потом, сколько он может держать. Но отпустил, а у того ремень, у этого, который зацепился, ремень широкий, прям порвалось. И корзина полетела. Корзина полетела, ну, тот инженер насмерть сразу, а этот, значит, летел, еще думал о жизни. И вот этот крюк у них, который, техники безопасности, с этим крюком он цеплял вот эти вот уголки, которые вот эти вот, да, они же из уголков. Вот за уголки цеплял, доски вот эти вот, за доски цеплял, ломал эти сороковки, щепки только одни летели. И так он долетел живой. Правда, перелом верхних, нижних конечностей, перелом бедра, перелом таза, все это. И вот я в свою машину и быстренько в больницу. Спасли жизнь. Все, шоков вывели, все это. Через неделю отправили в Ураль с травматологом. Они его там подводали. И без, правда, и болидность ему дали, там все это. Но он ходил без костылей, без ничего. Помнит Валентин Юн и еще одного пациента. В больницу парня доставили с ножом в сердце. И хорошо, что нож не вытащили, иначе спасти парня. Было бы невозможно, говорит доктор. Недавно в Уральске он неожиданно встретился с братом того пациента. Тот сам узнал хирурга, благодарил. Я говорю, вы не Валентин Леонтьевич? Я говорю, да, Валентин Леонтьевич. Я говорю, а откуда вы знаете? Вы спаситель моего братишки. Я говорю, а что было? Я говорю, у меня больных много, я так сегодня не запомню это. А помните, говорит, ножевое ранение в сердце. Вот, вы его спасли. Его почти привезли мертвого. Вот, вы его спасли, вы оперировали и спасли. После этого он жил еще 20 лет. Ну, ножевое ранение прямо в сердце было. Но хорошо, скорая. Привезла нож, не вытащила. Если бы нож вытащили, то бы все, не довезли бы. Мы сразу в операционную разрезали грудную клетку. Когда сердце в руки взял, тогда только нож вытащили. Нож вытащили, пальцем дышку заткнул и быстренько его зашил. Да, многие узнают своего дорогого спасителя, своего любимого врача, останавливают, здороваются, выражают свою признательность. А Валентин Леонтьевич не может упомнить всех, ведь через его руки прошли десятки тысяч пациентов. Продолжая беседу с доктором, мы поинтересовались, на его взгляд, какими качествами должен обладать медицинский работник и, в частности, хирург. Я вот кого не учил, кого не готовил, всегда обращал внимание. Во-первых, должен сочувствовать больному. И относиться к нему надо, к любому больному, так, как бы ты отнесся к своему родственнику. Следующая черта, хирурга особенно, хирурга особенно, не только сочувствовать больному, но и уважать больного. С уважением необходимо относить, какой бы больной ни был. И последнее, постоянно повышать свою квалификацию. Мы говорим, что врач – это вечный студент. Вечный студент. Если не будешь заниматься повышением своей квалификации, если не будешь знакомиться с последними данными науки, то врач быстро деквалифицируется. Ну, как не зарабатывать себе авторитет за счет унижения другого врача. То есть, это врач плохой, я хороший, годами приходит авторитет, а потерять его можно в один миг. Этих принципов придерживается и он сам, работая в коллективе, обучая молодых специалистов. Это подтверждают и его коллеги. Как уже говорил, что о Валентине Леонидовича можно говорить много. Это целая легенда, сам человек – легенда. В феврале 2012 года, значит, была у нас ситуация к тому, что не хватало, ну, не хватает и везде, и по Казахстану, и в частности, и у нас, не хватает специалистов. Но мы знали, что Валентин Леонидович уже находится на пенсии. Ну, в любом случае, он очень хороший специалист, очень энергичный человек. Правильно, как бы сказать, что этот человек у всех на слуху. Люди хотят к нему обратиться, хотят к нему лечиться. То есть, это потребность людей. Поэтому в феврале мы пригласили его к нам, 2012 года пригласили к нам работать. Он любезно согласился, в чем до сегодняшнего дня нам помогает. Помогает не только нам, но и населению, оздоровляет людей. Очень много молодых специалистов, я знаю, которые он обучал. То есть, у него огромный опыт в организационных всех этих мероприятиях. То есть, на сегодняшний день для нас это очень ценный кадр, к которому мы обращаемся не только по его специфике, не только по заболеванию, но и в каких-то организационных моментах. То есть, составление каких-то ценовых предложений, каких-то манопуляций. Также мы всегда рекомендуем для его, как хорошего, качественного специалиста, именно в области хирургии, перед страховыми компаниями. Его имя есть и в международном, скажем так, диапазоне. Этот человек приветливый, ответственный, скажем так, человек старой закалки, который, если все работы начинают с 8 часов, то он приходит без 5-8, без 15-8. Очень дисциплинированный человек, глядя на него, сегодняшняя молодежь, которая работает возле него, мы, которые работаем возле него. То есть, его поведение, его подход к работе и нас очень дисциплинирует. То есть, это для нас очень хороший наглядный пример, на которого хочется равняться, с которым хочется работать. Валентин Юрьевич Юн, я знаю, с 93-го года, когда я впервые приехала сюда устраиваться на работу, он был главным врачом Центральной районной больницы. Ну, с тех пор я его знаю. Вот, и некоторое время я сама работала в колхозе, когда Валентин Юрьевич был главным врачом. Затем, когда я вернулась в 98-м году сюда, он работал в частной клинике, в Динсалык, был руководителем этой клиники, он меня взял на работу, я работала с ним. Потом уже в мою бытность, когда я была заведующим районным отделом здравоохранения, он уже был, как бы сказать, моим подчиненным. И столько лет я его знаю, больше 20 лет получается. И когда возник вот такая проблема с хирургом у нас, я его знаю как хорошего специалиста, я пригласила его, не взядая на то, что он, как бы сказать, уже на пенсии. Я знаю, что он очень такой хороший специалист, очень грамотный специалист, и на него всегда можно положиться. Я знаю, что он обязательно, в общем, профессионал с большой буквы, как говорится, и всегда он в порядке, у него документация всегда в порядке, он пациента обязательно обслуживает, он такой обязательный. Такие у него хорошие профессиональные качества, и качество, как у человека. Знаю, что он почетный гражданин нашего района, и он поистине заслуживает это звание. И хочется пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, всего самого-самого наилучшего. Что еще можно сказать? Хороший человек, человек с большой буквы. Сам же Валентин Леонтьевич в коллегах ценит добродушие, отсутствие зависти, коллегиальность и дружелюбие. Именно в таком коллективе он работает сейчас. Здесь коллектив очень хороший, очень хороший коллектив, начиная с руководства и кончая с санитаркой. Коллектив дружный. А жизненное кредо у доктора такое? Не вреди, одним словом. Если уже ты не знаешь или сомневаешься, лучше проконсультируйся даже с начинающим хирургом. Иногда и начинающие хирурги могут подсказать многое. Поэтому многие говорят, что я с большим стажем, я все знаю, это все это ерунда. Вот. Так что все знать невозможно. Невозможно. И вот самое главное, чтобы не повредить здоровье человека. А то вот не знает, а назначит там кучу. А всякое лекарство действует вояко. И полезное, и отрицательное. То есть лечим мы одно заболевание, но влияет на другой орган. Поэтому необходимо думать о том, стоит ли назначать больному столько лекарств. Своим пациентам, да и всему человечеству, он желает. Здоровье человека, раньше говорили, все зависит от медицинских работников. От медицины, от медицинских работников. За здоровьем следить должен сам больной. Чтобы вести здоровый образ жизни. Ну, не пить, не курить. Вот. Вообще, я живу по принципу, все полезно в меру. В меру. А то сейчас выступают и по телевидению. Вот то нельзя кушать, и это нельзя кушать. Да все, в конце концов, ничего нельзя кушать. В любом продукте содержит что-то, которое влияет на наше здоровье. Но если все употреблять в меру, то все полезно. Возьмите грузин. Грузины без вина, без стакана вина, они садятся кушать. Но они напиваются же. Литрами там пьет стакан вина для повышения аппетита, как они говорят. И живут они больше ста лет. Вот. Так что в меру все полезно. Все полезно. Покидая его рабочее место, мы спросили у Валентина Леонтьевича, есть ли у него мечта. Да, есть мечта в жизни. Чтобы у нас в семье был хотя бы один продолжатель нашей профессии. Вот. Это будет, наверное, внучка все-таки, которая интересуется сейчас и биологией, и медициной. Она сейчас еще пока что в седьмом классе. Еще время есть подумать. Так что мечта моя, чтобы ее увидеть врачом. Дача, огород, поклон в земле. Что может быть лучше? Это и физически полезные занятия, и натуральный продукт. Эту дачу семья Юнь приобрела 9 лет назад. Здесь они проводят свободное от работы время, свежий воздух, замечательный вид. Встречая нашу съемочную группу на своей даче, глава семейства провел для нас познавательную экскурсию. Дача у нас 9 лет уже. Любим заниматься землей мы. Растет все. Необходимый уход. Сажаем мы огурцы, помидоры, перец горький, болгарский, баклажаны, капусту, картошку, морковь, свекла. В общем, все, что необходимо для хозяйства. В общем, дача нас полностью обеспечивает. Полностью. На зиму готовим мы, в течение лета едим все это. Ну, какой же уход? Вот. Ну, особенно вот эти вот помидоры, да? Помидоры необходимо посынковать. То есть, вот эти вот все верхние, значит, это, где только начинают цветки, это уже бесполезно. Я их отрезаю их и выбрасываю. Вот поэтому у меня, у меня вот наверху помидоры, если их не срезать, они без конца будут цвести. А вот отрезал, через две недели наверху появляются помидоры. Даже если бы Валентин Леонтьевич нам ничего не рассказывал, все равно было бы понятно, что дача в умелых руках. Как говорится, саженец к саженцу. Все ухожено. Помидоры, огурцы подвешены, грядки ровные. Вот, во-первых, когда уже начинают огурцы расти уже, начинается сбор, вот эти верхние, верхние вот эти вот, они уже бесполезны. Вот, поэтому я их тоже срезаю. И тогда идет рост снизу доверху. Если их только не срезать, они будут все время расти, а огурцов не будет. А вот сейчас вот срежу, уже через неделю вот этот огурец будет вот такой. Я их тоже вот так вот подвешиваю, сорву и их подвешиваю. Вот так вот срываю и подвешиваю тоже, чтобы они друг другу не мешали. Вот очень большой тоже, вот, огурцы. Тоже подвешиваю я их. Посажено здесь все. И сладкий перец, и горький перец, и баклажаны. К слову, о горьком перце особый разговор. Горький перец в этом году очень, очень хороший. Вот. И вот этого участка достаточный, я уже собрал его около 20 килограмм отсюда. Я вот недавно, позавчера все красные снял, и уже опять красные вот появились. Вот. Это горький перец. Без горького перца у нас ничего не едим. Везде добавляем мы горький перец. Острый очень. Кругом плодово-ягодные насаждения. Уже второй год дает плоды виноград. И если глава семейства, следуя своей национальной принадлежности, любит горький перец и переживает за его урожай, то Галина Андреевна, как любая женщина, любит цветы. Вот и пестрит их дача всеми цветами радуги. Я считаю, что дача без цветов – это не дача. Что красота должна быть вокруг нас. Вот. Поэтому я… Самые ранние весны у нас цветут пионы. Это очень красиво. Цветет у меня гигантский ландыш. У нас у многих нет такого цветка. Огромный ландыш. Он высотой больше метра. И вот цветочки именно очень красивые, весенние. Цветет лилия. Очень много астры. Любимые цветы Валентина Леонидовича – астры. Я поэтому астры везде сажаю, где только можно. Вот. В этом году Танютины глазки, львиный зев, такие мелкие цветочки. Это все дачные цветы, за которыми не так много надо ухода, конечно. Вот. Цветы вот сейчас здесь у нас – это шафран, бархотка, такая бордюрная идет. Очень люблю табак. Он распускается вечером, и от него запах идет на большое расстояние, запах душистого табака. Поэтому я считаю, что цветы – это просто необходимость. Хоть я с такими усилиями выбивала себе место для цветов, все время ему хотелось сажать больше помидоров, огурцов. Ну, дача – это мы отдыхаем здесь, потому что напряженная работа. Особенно, когда мы работали на производстве, приезжаешь здесь – вот просто такая эмоциональная разгрузка. Даже забываешь обо всем, потому что вокруг вот это все чудесно и пополняет тебе энергию твою, и восстанавливаешь. Любят сюда приезжать и дети с внуками. Вот и 78-й день рождения Валентина Леонтьевича было решено отмечать на даче. В ожидании гостей супруги накрывали на стол, готовили угощения. Стоит сказать, что не считая блюд корейской национальной кухни, все остальное было приготовлено из продуктов со своей дачи. Между приготовлениями мы задали супружеской паре еще один важный вопрос. Какими принципами они руководствуются в воспитании детей и внуков? Основной принцип – это честность. Честность, так. Теперь уважение старшим. Это у нас как положено. Что бы там ни было, чтобы все-таки к старшим всегда относимся уважительно. Поэтому и основной принцип, конечно, доброта особенно, чтобы относились вообще и близким, и друзьям, как своим, как-то свои. Вот это вот основной принцип трудолюбия. Вот это вкладываем с малых лет, чтобы они у меня работали на даче, что на земле работали, чтобы приучить их труду. Ну, я считаю, что мы вот это, в своей жизни прожили счастливо, потому что дети вокруг нас и дети. Я всегда говорила, что если у нас будет все хорошо у детей, то будет и нам хорошо. Поэтому мы, я считаю, что мы счастливые люди. И я вот благодарю Господа Бога, судьбу свою, что вот я, например, встретила такого человека в жизни. Потому что таких людей, я считаю, на свете мало. А вот и пожаловали дорогие гости. Друзья-синие, дети, детей-снохи, внуки – все собрались за большим столом. Они угощались и поздравляли виновника торжества. Все желали родителям крепкого здоровья и долгих лет жизни. Семейная жизнь, наверное, счастливая, чтобы никогда не болели, никогда не грустили. Всегда были такими молодыми, красивыми. Поздравляю. Я желаю тебе счастья, здоровья. У тебя, в принципе, все есть. У тебя есть мы, мы тебе всегда поможем. Я помню, ты меня очень многому научил, и сейчас продолжаешь меня учить. Я даже помню, как ты учил меня плавать. И я очень тебя люблю. Я не знаю, что бы я без тебя делала. И спасибо тебе, что ты есть. Как интересен и многогранен человек. И очень важно, чтобы все его грани были достойны. Если применить эту многогранность герою нашего сюжета, то можно с уверенностью сказать, что этот человек – пример для многих поколений. На работе он опытный, ответственный врач, стоящий на страже здоровья и жизни людей. В семье заботливый и надежный супруг. Побывав в гостях у Валентина Леонтьевича, мы имели возможность познакомиться с его замечательной супругой Галиной Андреевной и узнать еще больше интересного об этой прекрасной семье. Семья Юн проживает в той самой квартире, которую Валентин Леонтьевич получил от работы. В доме уют и порядок. И какая-то легкая, чистая аура. И в этом своем очаге супруги бережно хранят семейное счастье. Так, познакомились мы в Уральске, когда меня назначили главным врачом областной больницы. Ну, до этого так это виделись, а не были хорошо знакомы, а уже перевели меня главным врачом областной больницы в 1986-1985 году. В 1985 году она работала, Галина Андреевна работала главной медицинской сестрой. Вот. Тут, конечно, по работе. Вначале никакой ничего не было. По работе все это было. Это как я главный врач, она как главная медсестра. Это моя правая рука была. Делали обходы больницы все вместе, всегда. Все. А тут как раз выпала командировка в город Чемкент. Это уже в 1986 году, уже год проработали мы. В 1986 году, чтобы перенять опыт в Чемкентской областной больнице. Его страшно боялся. Когда его назначили главным врачом, тут вообще такие всякие шли разговоры, что он очень строгий, что у него везде все подслушивающая аппаратура. И я страшно его боялся. Мы даже однажды заместители по экспертизе, заместитель по лечебной работе, значит, говорит, иди стой на шухаре, а мы будем смотреть, что у него там где вмонтировано. Мы это посмотрели, но ничего не нашли, потом как-то успокоились. Все равно я вот так к нему относилась. Ну, собственно, и с уважением, с большим уважением, но я его практически не знала. Был какой-то страх. И когда мы поехали с ним в командировку, уже это там уже совершенно другая обстановка, как-то стало спокойно уже общаться с ним начали. И я просто поняла, что он очень такой простой, такой открытый человек, не безо всякого обломба, как обычно начальство там у себя. И мы очень много нашли общего с ним в идеях, внедрениях, потому что я прошла очень много специализаций на базе Москвы, была дважды в Нижнем Новгороде, была во Владимире. И в это время, значит, мы, конечно, постоянное общение, мы с ним настолько, вот, как сказать, сошлись во мнениях, мы даже не замечали никого вокруг. Мы ходили, нам нужно было все это запомнить, все это нужно писать, чтобы все это мы смогли внедрить. Тогда по приезду в областную больницу у нас только были идеи там сделать, здесь мы ходили. Мы никого не видели. Вы знаете, в то время уже, ну, не знаю, говорить об этом, мы уже начали говорить, что мы любовники, хотя у нас ничего не было, никаких у нас вот, ну, были такие вот чувства, видать, нужны были друг другу. Вот. И потом со временем, значит, уже это как-то вот переросло просто в необходимости. Все началось с таких вот чисто таких отношений, чистых отношений, таких чисто платонических, вот, необходимости просто друг друга. Вы знаете, до такой степени мы уже потом, вот, просто он говорит, я уже не могу тебя не видеть, я обязательно должен, каждое утро, прежде чем идти даже на планерку, он забегает ко мне в кабинет, здоровается, все, мы уже с ним, вот так, или утром он ждет меня, чтобы привезти на работу. Вот, все началось вот с таких отношений, потом просто мы стали, ну, необходимы друг другу. Уже начались чувства такие, которых я никогда в жизни не испытывала, то же самое и у него было. Вот так вот общий интерес к работе связал их навсегда. И дети от разных браков тоже стали общими. У семьи Юн пятеро детей, одиннадцать внуков и одна правнучка. Большая многонациональная семья живет в мире и согласии. Галина Андреевна искренне считает себя счастливой женщиной. Я всегда, я говорю, я благодарю судьбу, благодарю Бога, что вот такой человек мне встретился в жизни и что я именно испытываю счастье, счастье любви, счастье бежать домой, видеть. Так же, как и он говорит, я лечу домой, домой, я никуда не хочу, я хочу домой, чтобы мы были вместе, чтобы мы вот... Целеустремленные, любящие друг друга супруги и досуг семейный любят проводить вместе. А так мы вообще, ну, вот все, что в жизни, конечно, мы же планировали, у нас все получалось. И ежегодно мы отдыхаем, прекрасно даже, несмотря на то, что у нас нет никаких заработков, но мы все равно стараемся вот каждый год поехать. Он никогда не был на море, никогда не видел ничего. Вот с первых даже лет нашей супружеской жизни мы с ним каждый год, мы объездили весь Кавказ, объездили и Черноморское побережье, везде были. Так вот, я думаю, что это вот, ну, все-таки своего рода счастье. Дети поддерживают нас, всегда, вот, огромная семья, собираемся, собираемся, даже у нас не хватает, вот здесь не хватает, даже стоим от стола до конца, не хватает места, чтобы когда все свои только родные собираются. У нас все дружные братья, дети, внуки сейчас, вот, мы испытываем любовь со всех сторон. А в жизни это самое главное, любовь, жить в любви. Поделился своими чувствами Галине Андреевной и Валентин Леонтьевич. Бабуля, все дети за нами, приехали так, братья тоже, братья тоже, то есть я здесь, так что мы живем дружной семьей, счастливы очень, любим друг друга. А вот за какие качества оцениться, за какие качества? Ну, какие качества, да? Во-первых, хорошая домохозяйка. У ней все горит, за что она не берется, все, вот, это много значит, очень готовит, вкусно она, вот. Чистоплотность. Чуть малейшая только грязь покоя не даст, пока это все не будет чисто, это своего добьется, все, вот. Ну что, нежные отношения ко мне, ну вот, с любовью, с такой, ну еще что, какие качества ее, и отношения к детям, вот, что к своим детям, что к моим детям одинаковые, одинаковые отношения, это много тоже значит, вот. И у нас нет таких разделений, разделений мои или твои, или что там, действительно, и я тоже считаю, что это наши дети, наши дети, нет у нас разницы между ними. Нет никаких разделений у семейной четы в труде, всеобщими силами, будь то работа на даче или засолка на зиму. Валентин Леонтьевич не чурается никакой работы. В их большой и дружной семье он, можно сказать, самый незаменимый человек. Он может не просто поддержать родных, оказать медицинскую помощь, но и каблуки подбить, брюки подшить. И даже сделать стрижку. Вот, отец у меня всю жизнь проработал парикмахером. И он мне передал эту профессию. Вот, учился я, значит, представляет, что это голова. И вот, значит, чтобы не задеть. С бутылки стоять. Я, да, и учился на бутылке. Вот. И тренировался почти, можно сказать, четыре месяца. Каждый вечер почти по 15-20 минут все время вот ножницами работал, чтобы не дотронуться. Когда дотронуться, сидит отец, смотрит. Вот, как-то тут дотронешься и все. Вот. Должно быть это. Если дотронулся, значит, ты лишнее уже отрезал. Вот. Значит, неровно получается. А именно лесенкой. То, значит, отрезал больше, побольше, чем нужно. Ну, приходилось долго тренироваться, вот. И постригал я с момента рождения всех детей до 18 лет. Уже после 18 лет уже не стали подставлять свои головы. Вот. Там и мода другая пошла. Вот. Поэтому вот. Ну, а сейчас опять дети все ходят ко мне, как еще постригать. Постригать все внуки, внуки. Но женская, женская стрижка очень тяжелая. Ну, вот. Поэтому женщин я всех посылаю в парикмешерскую для того, чтобы наводили красоту. Что касается шитья, тут он может все. А навыки эти он приобрел у матери, которая была швеей. Детей много было. Шестеро. И особенно в послевоенное время приходилось, мать самостоятельно шила разные вещи. И вот, для того, чтобы успеть, нас заставляло тоже. Вот. Раньше были в моде шляпы. Такие большие. И поля надо было строчить. Круговую. Круговую. Чтобы они жесткие были все это. И вот эти поля я строчил. Поля строчил. Теперь шили также вельветовые курточки. Тоже. Вот эти швы я все проводил сам. Вот. Основную работу, конечно, мать делала, а черновую работу. Научился я от него и кроить. У меня была и книжка даже. Учитесь шить и кроить. Вот. Раньше, когда не было в магазинах брюк этих, брюки я сам кроил себе и сам шил. Брюки шил даже. Ну, а сейчас вот, занимаюсь таким мелким ремонтом. Особенно внуки. Сейчас же как, не по размеру продают. Купили они длинные. Приходится отрезать, подрезать, ушивать. Вот. И все, все вот. И женские, и мужские. И все бегут ко мне. Для того, чтобы сделать ремонт одежды. Ну, я сейчас вам по... Здесь вот прострочу.